Здравствуйте! Светлана Владимировна, давайте начнем с вас. Кто такие социальные предприниматели? Все-таки вот что это за люди, чем они занимаются и почему они социальны? Да, действительно, многие задумываются о том, есть ли социальные предприниматели в тех населенных пунктах, где они живут. Поверьте мне, социальные предприниматели есть везде, потому что это люди, которые через бизнес-проекты помогают решению социальных проблем. Допустим, не хватает детских садов, если и для детей, на помощь приходят социальные предприниматели. Допустим, требуется организовать какую-то площадку для местных мастеров, допустим, или музыкантов, это тоже делают социальные предприниматели. Не государственные образовательные учреждения, это социальные предприниматели. Но я правильно понимаю, что эти люди не ставят во главу угла понятие прибыль? Да, действительно, во главу угла, как правило, эти люди ставят решение социальной проблемы. И поэтому очень часто сравнивают социальное предпринимательство с порывом души. Потому что, как правило, люди приходят туда, сами пережив какую-то проблему. По велению сердца. По велению сердца, совершенно верно. Вот сейчас мы как раз с Екатериной Арсеньевной спросим, как к вам пришла идея создания социальной службы? Был тот самый порыв души? Ну, в общем-то, мне пришлось длительное время, я в течение 15 лет работала в муниципальных структурах города Архангельска, поэтому все время была с людьми. Сектор у меня был тяжелый, проблемы благоустройства ЖКХ, поэтому проблемы людей, социальные проблемы мне были близки. И когда я вышла в отставку в 2008 году, я организовала свое предприятие социальной направленности. Чем вы занимаетесь? В чем выражается та самая социальная направленность? Цель создания основного вида экономической деятельности — это предоставление услуг социального ухода пожилым людям, ветеранам, людям с инвалидностью. Значит, наши работники предприятия приходят на дом к нашим подопечным и выполняют все виды услуг по обеспечению их жизнедеятельности. Это уход и за лежачими подопечными, приготовление пищи, услуги по ведению домашнего хозяйства, приготовление, покупка-доставка продуктов, лекарств. В общем, все, что необходимо для человека, который оказался в такой ситуации, когда он уже сам в силу возраста или каких-то других причин не может себе выполнить вот эти простые действия. Ваша работа на вас требована? Ну, в всяком случае, в городе Архангельске мы уже 7 лет работаем, нас знают, к нам обращаются, и в большей части это уже работает сарафанное радио. То есть мы зарекомендовали, в общем-то, и меня это очень радует, как предприятие надежное, которое своих подопечных не бросает ни в каких условиях. То есть даже несмотря на то, что бывает очень тяжело и сложно работать в силу разных причин, потому что люди разные, характеры разные, тем более люди, когда болеют, и тем более возрастные, у них, конечно, проявляются и какие-то эмоции различные. Бывает сложно, но тем не менее мы всегда выполняем и договорные обязательства выполняем однозначно. Вы работаете 7 лет. Можно ли сказать, что период становления вашей идеи, вашего предприятия, он позади или вы в стадии развития? Ну, я хочу сказать, что социальное предпринимательство, оно, наверное, это такая сфера, которая все время развивается. Потому что вот в связи с федеральным законом 442-м произошли изменения в предоставлении услуг, социальных услуг. И теперь, значит, вот мы в связи с этим законом освоили новое направление совершенно. То есть сейчас мы вот в рамках этого закона включены в реестр поставщиков услуг Архангельской области. Но это не просто так туда включают. То есть это определенная работа, это очень много документов, подтверждение своих возможностей, профессиональных и прочих. И теперь для каждого подопечного составляется индивидуальная программа. То есть учитываются все необходимые и требуемые для человека условия. То есть все, что ему нужно, все это включается. И согласно вот этой индивидуальной программе уже готовится ряд документов. И, значит, уже мы выполняем все, что необходимо человеку. То есть отличие в том, что раньше исходили из возможностей структур социальных, а теперь на первое место ставится необходимость ухода, что человеку нужно. Светлана Владимировна, я хочу спросить, где можно научиться социальному предпринимательству? Как тот самый порыв души превратить в нечто осязаемое, в готовый конкретный проект? Ну вот сейчас, когда социальное предпринимательство стало таким популярным в нашей стране, и стали о нем трендом, появилось достаточно много организаций, которые предлагают вебинары, семинары образовательные. Мне очень приятно сказать, что у нас в Северном Арктическом Федеральном Университете создан Центр социальных инноваций и развития социального предпринимательства. И вот они как раз на нашем слёте презентовали образовательную программу «Как стать социальным предпринимателем?» И все желающие могут пройти обучение и создать своё социальное предприятие в Архангельской области. То есть я могу прийти с идеи, и мне подскажут, как её воплотить в жизнь, и я параллельно получу необходимый набор знаний, скорее всего, респреденция, финансовые какие-то азы. И мне бы очень хотелось рассказать всем, кто интересуется темой, что фонд «Наше будущее» сформировал лабораторию социального бизнеса. Информацию о ней можно найти в интернете. И они проводят очень интересные, очень практикоориентированные вебинары для всех жителей Российской Федерации, потому что это всё происходит в интернете. И там есть, конечно, какие-то платные вебинары, но есть и бесплатные вебинары. Например, совершенно недавно прошла серия вебинаров, которые назывались «Мама в деле». То есть вебинары, сориентированные для молодых мам, которые хотели бы создать свой собственный бизнес. Это было очень интересно. Как найти вашу площадку в интернете? Давайте, может быть, назовём адрес. Ну, адрес достаточно сложный. Я думаю, что если набрать в поисковике «Лаборатория социального предпринимательства», то можно без труда найти эту лабораторию и познакомиться с её продуктами. Кроме того, о продуктах лаборатории есть информация на сайте фонда «Наше будущее». Тоже поисковик «Фонд «Наше будущее» выдаст в первой же строчке нужную страничку, поэтому можно посмотреть там. То есть вы готовы дать ту самую удочку, с помощью которой люди могут, что называется, выловить рыбку? Совершенно верно. И очень приятно сказать, что на слёте у нас работали образовательные площадки, и можно было получить знания по краудфандингу, такая тоже новая, очень современная тема, интересная для людей, занимающихся социальными проектами и социальным бизнесом в том числе. Когда краудфандинг, от слова «крауд» — толпа, когда можно привлечь средства людей, просто заинтересованных в том или ином проекте на реализацию этого проекта. И к нам приезжал представитель «Планеты.ру», краудфандинговой площадки. Они рассказывали о том, как вообще это работает, как можно этим инструментом воспользоваться. Кроме того, была образовательная площадка по социальной рекламе, тоже такая очень интересная тема. Ну и звезда российского бизнес-тренинга, если можно так сказать, Александр Белгороков рассказывал о маркетинге. И людям тоже очень понравилось, потому что, несмотря на то, что социальные предприниматели не ставят во главу угла зарабатывание денег, но предприятие все равно должно быть финансово устойчивым, бизнес должен быть стабильным. И поэтому, конечно же, все знания, которые интересны просто предпринимателям, они интересны и социальному бизнесу в том числе. Екатерина Арсентьевна, вы сказали, что вы включены в реестр поставщиков социальных услуг населению. Вот это дает вам какие-то преимущества? Или сарафанное радио, оно выгоднее для вас, как для бизнес-мена? Ну, я, знаете, прежде всего хочу сказать, поскольку все-таки мы действительно социальные предприниматели, и у нас какие-то вот части, доходная часть у нас не на первом месте, да, хотя это тоже очень важно. Поэтому я хочу сказать, что это дает людям. То есть, в первую очередь, это очень большой плюс для людей, нуждающихся в помощи, в социальном уходе. Во-первых, значит, у них есть право выбора теперь. То есть, в связи с новыми изменениями в законодательстве, они могут выбрать ту организацию или то предприятие, которое им больше нравится, которое, может быть, больше учтет их какие-то индивидуальные особенности. Потом, значит, на конкурентной основе уже появляется и конкуренция, она всегда влечет, вернее, должна влечь, повлечь улучшение качества. То есть, вот к чему это все делается, чтобы расширить спектр предоставляемых услуг и улучшить качество. То есть, потребности всех нуждающихся учесть на самом таком высоком уровне. Мне бы очень хотелось добавить, что предприятие Екатерина Арсеньевна на сегодняшний день единственное предприятие бизнеса, которое вошло в этот реестр социальных услуг. Это первый шаг, будем считать. Да, это первый шаг. Реестр сформирован не так давно. И, как сказала Екатерина Арсеньевна, действительно, не так просто в него попасть. Есть ряд достаточно серьезных условий. Но вот они это все сделали и вошли в этот реестр. Надеемся, что со временем таких предпринимателей появится в области больше. А насколько разнообразен спектр проектов? Социальное предпринимательство что в себя включает? Только ли, вот вы уже упомянули, детские сады, частный сектор, только ли уход за больными? Насколько вообще разнообразными площадками могут быть? Ну вот у фонда «Наше будущее» достаточно широкое представление о социальном предпринимательстве. Оно базируется на том опыте, который существует в мировой экономике сегодня. И они смотрят на социальное предпринимательство как на бизнес, направленный на решение или смягчение какой-либо социальной проблемы. То есть это не обязательно должен быть бизнес в социальной сфере. Возможно, это бизнес, направленный на решение экологической проблемы. Возможно, это бизнес, создающий рабочие места в какой-то отдаленной местности, где они являются единственным, допустим, работодателем, как это случилось, допустим, с крестьянско-фермерским хозяйством «Велес» Ольги Зайцевой из Онежского района, которая получила поддержку фонда «Наше будущее» на свой проект. Именно потому, что она является таким селообразующим предприятием. И большая часть населения так или иначе работает на ее предприятии. Или, допустим, на Маргаретинской ярмарке мы совместно с Минэкономразвития Архангельской области учредили впервые такую специальную номинацию в социальное предприятие. И было отмечено акционерное общество «Вашское» из Вельского района и села Благовещенское. И вот они тоже были признаны социальным предприятием именно потому, что большая половина жителей вот этого села работают в этом акционерном обществе «Вашское». Екатерина Рассетовна, можно ли узнать поддержку власти? Вы ощущаете ее? Вы пользуетесь? Вы смогли встать на ноги при помощи каких-то, может быть, финансовых источников извне? Я хочу сказать, что когда предприятие было зарегистрировано в 2008 году, тоже был кризис. И тогда правительством Российской Федерации было разработано антикризисные меры поддержки предприятий, которые предоставляют рабочие места, социально значимые. И вот социальный работник как раз попал в эту категорию рабочих мест. И у нас был с Центром занятости города Архангельска договор заключен в рамках этих антикризисных программ. И людям доплачивали из федерального бюджета, за ними сохранялось пособие по безработице. Некоторым категориям вообще доплачивали минимальную заработную плату, а остальные денежки они уже зарабатывали у нас на предприятии. Это была очень весомая поддержка, потому что проблема кадров, я думаю, в социальной сфере, она, конечно, есть. Потому что, несмотря на то, что очень значимая у нас работа, и все наши действия направлены на улучшение какой-то ситуации, но проблема каких-то небольших денег, она всегда отражается и на зарплате. Хотя мы стараемся этот вопрос решать, не обижать людей, естественно, заработной платой. Но какие-то такие антикризисные меры поддержки с федерального бюджета, они всегда очень действенны и помогают. А сейчас вы пользуетесь какой-то поддержкой? Мы также участники с центром занятости. Эта программа антикризисная, она до сих пор существует. Согласно этой программе за работниками сохраняется пособие по безработице, и плюс доплата 2000 рублей ежемесячно. А остальные деньги он уже зарабатывает на том предприятии, которое имеет право, как социально значимое, они подходят под эту программу. Светлана Владимировна, на областном уровне есть меры поддержки социального предпринимательства или на муниципальном, то есть где людям можно заручиться, ну прежде всего, скорее всего, финансовой помощью? Да, спасибо вам большое за вопрос, потому что, выезжая за пределы региона, всегда очень горжусь нашей Архангельской области, потому что у нас у первых в Российской Федерации разработана и утверждена концепция развития социального предпринимательства до 2020 года, она утверждена правительством Архангельской области. И вот начиная с 2014 года в государственной программе экономического развития и инвестиционной привлекательности, могу ошибиться в названии точно, проще говоря, из областного бюджета. Да, из областного бюджета предусмотрены субсидии именно социальным предпринимателям в размере до 500 тысяч рублей, и вот 10 предпринимателей социальных в 2014 году смогли получить эту поддержку государственную, и в 2015 году также 10 субсидий были по итогам конкурсного отбора выданы социальным предпринимателям Архангельской области. Это невозвратные субсидии, да? Это невозвратные субсидии, и кроме того, Екатерина Арсентьевна, не сказала о том, что вхождение в реестр поставщиков социальных услуг также дает возможность получить компенсацию на осуществление социальных услуг населению, да? Тоже государственная такая мера поддержки, которая сейчас только еще начинает входить. Да, это как бы действительно так и есть. Люди платят меньше, значит, государство доплачивает. Доплачивает уже предприятию, которое оказывает услуги. Если вернуться к первому слету социальных предпринимателей, и для чего, и для кого он был? Можно, Александр, я еще чуть-чуть договорю ответ на предыдущий вопрос, потому что мне очень понравилось, что вы спросили и про муниципальную власть тоже. Иногда кажется, что нет денег, нет возможности помогать социальным предпринимателям. Ну вот, например, яркий пример. Вячеслав Стародубцев, театр-премьер в Северодвинске. И он на протяжении нескольких лет снимал коммерческое помещение, была коммерческая аренда. Это было достаточно дорого. Но вот он зарекомендовал себя как именно такой основательный, надежный социальный предприниматель, нужный городу. И мэрия рассмотрела возможность предоставить ему муниципальное помещение уже, конечно, по приемлемым ценам. Я думаю, что если муниципалитет заинтересован в том или ином социальном предпринимателе, он может найти возможность оказать поддержку. Иногда даже, как говорят социальные предприниматели, важна моральная поддержка, важно какое-то доброе слово, позитивное отношение. То есть не только рублем, но можно стимулировать развитие социального предпринимательства. Да. И вот на первом слете социальных предпринимателей меня очень порадовал состав участников. Потому что, во-первых, приехали предприниматели более чем из 15 муниципальных образований Архангельской области. Причем приехали из Ленского района, приехали из Пинежского района, из Мизенского района. То есть такие далекие, довольно-таки точки нашей большой Архангельской области. Они заинтересовались этой темой и приехали. Были представители областной власти, депутаты областного собрания, конечно же, представители исполнительных органов власти областной, но были и представители муниципальной власти, и даже главы, замглавы поселений. И вот я от них, наверное, получила самый большой отзыв, потому что для них это была достаточно новая информация, очень полезная, как они сказали. И я очень надеюсь, что муниципалитеты включатся в эту работу. И как-то мы получим развитие социального предпринимательства не только в городах Архангельской области, но и в таких небольших населенных пунктах. Хочу тематику развития подхватить разговором с Екатериной Арсеньевной. Ваши планы на будущее? Творчество, традиционный творческий вопрос. Я, знаете, хотела еще дополнить. Значит, 2008 год, начало нашей деятельности. Конечно, что такое социальное предпринимательство? Ну, где-то кто-то что-то слышал, но вот такой мощной поддержки, как сейчас, конечно, не было. И поэтому меня просто вот несказанно радует то, что сейчас и проекты, и уже институты, и все работают в этом направлении, чтобы показать людям, что социальное предпринимательство — это, ну, и не только вот как бы помощь, да, это как бы социальная направленность, но это и доходное предприятие, да, это как бы люди могут работать и получать заработную плату, то есть это бизнес. Это и занятость, да, и социальные обязательства. Да, и занятость, и рабочие места, да, и вот самое-то главное, что реализация каких-то вот этих проектов социально значимых. Вот вам лично, что бы хотелось в своем предприятии, куда вы хотите расти? Расти, ну, вот этим летом в связи с кризисом, как говорят, в кризис высвобождаются какие-то ресурсы. Вот у меня освободился ресурс время, поскольку объемы упали в связи с кризисом, значит, мне стало посвободнее со временем, и я решила открыть отдел в городе Северодвинске. Вот сейчас мы открыли отдел, ну, уже с лета вот мы работаем там, то есть вот использовали, скажем так, какие-то вызовы, не очень хорошие внешне, да, но использовали в свою пользу. Поэтому вот я желаю как бы как-то вот не сдаваться никогда и пытаться вызовы все воспринимать как задачу, которую нужно решить. Ну, мысль очень правильная, кстати. Слава Владимировна, вот я хочу как раз продолжить тематику разговора с вопросом о поддержке государства. Все-таки, да, некоммерческий сектор, он может привлекаться к решению социальных проблем более активно? Да, конечно. Или же это функция исполнительных органов власти? Ну, вообще фонд «Наше будущее» рассматривает в качестве социальных предпринимателей не только субъекты малого-среднего бизнеса, но и некоммерческие организации. Поэтому на слете у нас прям такой большой был мощный блок, посвященный именно тому, как социальный проект может перерасти в социальный бизнес. И то, что фонд сам по себе является некоммерческой организацией и активно занимается продвижением идей социального предпринимательства и оказывает, как я уже говорила, информационную, образовательную, но и финансовую в том числе поддержку, потому что по итогам конкурса «Социальный предприниматель» фонд дает возможность получения беспроцентного займа в размере до 5 миллионов рублей при первом обращении. Если займ возвращен благополучно обратно, то можно обратиться вновь и получить до 10 миллионов рублей сроком на 7 лет беспроцентный займ на реализацию своих социальных проектов. Но нужно, конечно, удивлять, потому что это конкурс всероссийский и очень такая конкуренция высокая. Мы готовы удивлять? Мы, я имею в виду, в Архангельской области? Я очень надеюсь, что пока только три проекта у нас поддержаны фондом, очень надеюсь, что их будет больше. Но я хочу сказать еще о том, что фондом был разработан такой пилотный проект по сертификации социальных предпринимателей. И в Архангельской области только два социальных предпринимателя являются сертифицированными социальными предпринимателями, то есть могут себя официально таковыми называть и считать. И вот у нас в Архангельской области как раз организация Екатерина Арсентьевна получила такой сертификат. И Центр молодежного инновационного творчества, который в прошлом году у нас открылся и который оказывает услуги дополнительного образования детям и молодежи, также подтвердил свое гордое звание социальное предприятие. Но нам есть куда расти? Конечно, нам есть куда расти и планов на самом деле достаточно много. И я очень надеюсь, что инициативные социальные предприниматели тоже будут активно участвовать в формировании вот этих планов наших. И вместе мы, наверное, сможем действительно изменить ситуацию к лучшему и сформировать меры поддержки для социальных предпринимателей. Именно такие, я говорю сейчас о государственных и не государственных мерах поддержки, именно такие, которые помогли бы развиваться социальному бизнесу и способствовать решению социальных проблем общества. Ну, спасибо вам большое за вашу работу, за вашу активную жизненную позицию. Спасибо вам. В нюансах такого многогранного понятия социальное предпринимательство помогали разбираться представители фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в Архангельской области Светлана Вызова и руководитель социальной службы участия Екатерина Шуракова. На этом все. До встречи в эфире.